Шесть лет, прошедшие со дня Ожской трагедии, стали годами восстановления. Восстановление города Ож, восстановление человеческих отношений. Люди желают жить мирно, в согласии и взаимопонимании, как это было на протяжении многих веков. Гульбара Кенжеева продолжит. Каждый год в этот день во дворе дома номер 21 в микрорайоне Анар собираются все жильцы. В больших котлах вместе готовят традиционный для таких случаев шурпой плов. Собираясь за одним дастарханом, читают поминальную молитву. Их объединяет общее горе. Шесть лет назад каждый из них потерял близкого человека – мужа, сына, отца. В 32 квартирах нового дома проживают кыргызы, еще столько же заселены узбеками. Теперь это одна большая семья. Все праздники мы отмечаем вместе. В Нору сварим сумюлек, на Новый год вместе запускаем салют. Наши дети все время играют вместе. Мы давно поняли, что вины простых людей в этих трагических событиях нет. Гульбара Касымова заселилась в этот дом одной из первых. Во время беспорядков она лишилась мужа и теперь одна воспитывает четверых детей. Было трудно, но жизнь идет, дети растут, боль утихает. Вот девочки уже стали помощницами. Тогда им было по 34 года. Соседи у Дильбар – частые гости. Вот и Айша зашла узнать, как у подруги продвигается ремонт. Так и живут, поддерживая друг друга. Наши богатства, разнообразия и единстве. По такому принципу живет семья Халиковых из села Нариман. В дружной семье есть и кыргызы, и узбеки, и русские, и казахи. Когда семья интернациональная, много плюсов. Во-первых, ты обогащаешься духовно, узнаешь много интересного о культуре других народов. Дети и внуки от интернациональных браков получаются красивые и умные. У нас невестки и зитья разных национальностей. Все живут дружно. Ведь дело не в национальности, а в самом человеке. Число людей, придерживающихся такой точки зрения, немало. По статистике Ошского ЗАГСа, количество интернациональных браков в городе растет. За последние пять лет в Аше появилось 125 интернациональных семей. Мы ежегодно регистрируем по 20 кыргызско-узбекских пар. Это говорит о том, что наши народы издревле жили в мире и согласии, и будут также жить дальше.